Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы начинаем наш традиционный урок Торы по книге Мишли Причи Царя Самона. Все, все готовы и начинаем урок. Все, здравствуйте, дорогие друзья! Кто в инстаграме меня смотрит, на моей странице, кто меня смотрит в фейсбуке, на странице Ваикра. Ваикра это платформа для преподавателей Торы, которые обучают разным полезным знаниям, которые Бог дал через пророка Моисея, Моисей, Моше Рабейну. И Тора это полностью знание от Бога, который сотворил мир. Создатель мира рассказал, как мир работает. И мы сейчас конкретно изучаем с 10 утра до 10.20 по Иерусалимскому времени, мы изучаем Мишли Причи Царя Соломона. Кто не знает, Причи. Это одна из книг Письменной Торы, в которых Царь Соломон рассказал, как работает мир, через примеры. И вот мы дошли уже до 28 глава сегодня, последний отрывок 28 главы. И начнем 29 главу. Значит, последний отрывок 28 главы говорит нам о том, что происходит со страной, «Когда в ней к власти приходят злодеи». Представляете? Прямо Царь Соломон 3000 лет назад от имени Всевышнего, от имени Бога предупредил. 28 отрывок 28 главы. Значит, он говорит так, «Когда встанут злодеи, скроется человек. Когда встанут злодеи, скроется человек. И убеавдам и рвутся детям». А когда они, эти злодеи, потеряются, что значит они потеряются? Куда они потеряются? Потеряются, это такое слово, потеряются, исчезнут. Исчезнут, когда эти злодеи, тогда умножатся праведники. Значит, давайте разберемся еще раз в терминологии. Злодей – это тот, кто делает зло по системе координат Бога. То есть, у каждого человека есть своя личная система координат. И обычно человек, он так оценивает окружающий мир, что когда люди делают то, что человек хочет, то человек говорит, «О, это добро. Молодцы. То, что я хочу, то, что я считаю правильным – это добро. Так думает обычный человек. То, что я считаю злом – это зло». Но в этой ситуации мы окажемся в хаосе, потому что каждый человек будет думать, что добро – это то, что именно ему нравится, то, что он хочет. И мы окажемся в хаосе. Поэтому есть объективное добро и объективное зло. Объективное добро – это то, что Бог, создатель мира, назвал добром. Объективное зло – это то, что Бог, создатель мира, назвал злом. Теперь, когда приходят к власти злодеи, злодеи – это те люди, которые идут против Бога, которые нарушают божественные заповеди. Когда они приходят к власти, то что? Ну, и сатер Адам – человеку. Человек – это тот, который живет по-человечески. А что такое жить по-человечески? Это как Бог сказал жить. Это называется человек. Так вот, человек скрывается. Скрывается человек. Ему он не может против злодеев противостоять. Тут очень интересно, что есть исследования, когда объединяется 2% общества, 2% общества, когда объединяется, они могут качнуть все общество в любом направлении. Получается, что всего лишь 2% злодеев, когда они объединяются одной идеей, они могут заставить все общество делать то, что они хотят. Представляете, это удивительная такая статистика. Теперь получается, что когда встают злодеи, а чем отличается человек праведник от злодея? Значит, злодей – это тот, кто может убить, ограбить, украсть, обмануть, ну и так далее. Теперь у него, естественно, есть преимущества. У него есть большие преимущества. То есть, он нечестный. Знаете, как есть известный анекдот, когда Петька, Василий Иванович и Петька, просто про них рассказывают, да, приехал Петька в офицерский клуб и играли в карты. И он вышел оттуда, выиграл все вообще, все деньги выиграл у всех офицеров. Его спрашивают, как, как ты выиграл? Он говорит, ну как, когда кто-то сказал, что у меня там в Потере какая-то комбинация, я сказал, покажи. А он мне сказал, вы что, офицеры верят друг другу на слово, офицеры держат свое слово. Петька говорит, ну с этого момента мне повезло, с этого момента мне начало очень сильно вести. То есть, когда человек злодей, у него нет моральных принципов, естественно, у него есть огромное преимущество над всеми нормальными даже людьми, тем более над праведниками. И злодеям достаточно легко захватывать власть. Понятно. Теперь говорит нам царь Соломон три тысячи лет назад. Когда встанут злодеи, спрячется человек. У него выхода другого нету, как прятаться. Теперь дальше. Убэ Авдам. Но когда они потеряются? А почему злодеи должны потеряться? А потому что они делают зло. И у мира есть хозяин. И злодеи, они долго не могут быть у власти. То есть, мы знаем точно, что человек, который делает зло, или государство, которое делает зло, или правитель, который делает зло. То есть, тот, кто делает зло, у него очень короткий жизненный цикл. Он сгорает. Знаете? Прям пшшшш. И сгорает. Да, нету его. И вот, значит, когда они потеряются, тогда умножатся праведники. Давайте рассмотрим, как этот закон работает на... Например, царь Соломон написал это три тысячи лет назад. Записал и объяснил. А вот, как это работает на наших глазах? Например, 1917 год. 1917 год. Власть захватывают злодеи. Атеисты, безбожники, которые воевали против Бога, против религии, против духовности. То есть, конкретно, прямо такие бандиты, преступники, убийцы. Да? Значит, первая их волна, 1917 год, их убили. Вторая волна, остался только Сталин. Волна за волной. Все эти убийцы убивали следующих убийц, следующих убийц, следующих убийц. Тут встает в Германии тоже нацисты, 33-й год, убийцы, бандиты и преступники. И они встают и захватывают власть в Германии. И говорят, все, значит, на тысячелетний рейх. Будем мы у власти тысячу лет. Все. Бандиты, преступники грабят, убивают, уничтожают, захватывают. Война, война, война. Все. Мы на тысячу лет пришли. Коммунисты. К 2000 году мы захватим весь мир, мировая революция. Где они? Нацисты продержались у власти с 33-го по 45-й год, 12 лет. По божественным меркам это секунда, даже меньше секунды. То есть, это секунда. Теперь коммунисты продержались у власти 70 лет и через 70 лет исчезли тоже. Мы видим, как все, кто воюет против Бога, они исчезают. Теперь, когда они встали, злодеи, так, естественно, люди спрятались. Все люди, которые соблюдали заповеди, пытались быть, просто служить Богу, изучать Тору, быть добрыми, они все спрятались. За то, что человек был религиозный в Советском Союзе, его могли посадить в тюрьму. За то, что человек был добрым и жалел того, кого не надо жалеть, по мнению нацистов. Жалел детей, которых убивали, или жалел тех же там инвалидов, которых немцы убивали. Забыли, что они просто брали и убивали просто людей. Чуть-чуть был человек болен, они его убивали. Это были животные в худшем виде. То есть, даже животные они убивают ради еды. А эти убивали просто так. И вот, значит, мы видим, что когда они встали к власти, то люди прятались. Теперь, когда общество свободное, когда обществом управляют не злодеи, то умножаются праведники. Вот мы видим, как праведники умножаются. Например, сейчас есть возможность смотреть Comedy Club и в Инстаграме почти 300 человек и около 200 человек в Фейсбуке слушают, изучают Тору, слушают Божественную Мудрость, ищут пути добра, ищут пути к духовному росту. и в какой-то момент, в какой-то момент мы видим, что вот если накапливается вот эта духовная сила, то в стране становится очень хорошая жизнь. Если у власти, опять же, злодеи, тогда духовные люди, они прячутся, они как бы выглядят такими непопулярными, немодными, и что? И ждут следующего цикла, ждут следующего цикла, потому что следующий цикл, он всегда наступает. Все в этом мире циклично, все в этом мире очень меняется, иногда быстрее, иногда медленнее. Интересно, что история же, она повторяется постоянно. Сколько было вот этих вот правителей, которые были у власти, которые кричали, мы захватим целый мир, от Наполеона, Александра Матидонского, всякие эти римские императоры, где они все? Ну, где они все? Пожалуйста, никого нету. Все год, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, семьдесят лет простояла империя зла, это Советский Союз, все, ну, семьдесят лет максимум. И то, это уже, знаете, она уже последние годы качалась и раскачалась. Теперь, страны, давайте посмотрим, есть ли какие-то страны, в которых есть сила закона, и которые живут по закону, и живут хорошо много лет. давайте посмотрим, кто живет по божественным законам, где есть справедливый суд, где есть честность в отношениях между людей, и где живут по божественному закону. Давайте посмотрим, в каких странах можно сказать, что есть закон, есть правда. Ну, мне приходит в голову, например, Швейцария, да, там вроде бы такая страна, все по закону, и Швейцария не участвует в войнах, да, она никого не хочет захватывать, и не хочет, чтобы захватывали ее, например. Это тоже яркий показатель. Вот какие-то люди, детектив, человек, который вешает такую аватарку, аватарку на свой профиль, мы его просто блокируем, да, и все, до свидания. То есть, есть люди сумасшедшие, которые просто сумасшедшие, и вот они активно пытаются получить доказательства существования Бога. Бог есть, потому что есть мир, есть причина для всего. Бог причина для мира. Бог не требует доказательств. Бог, это, это объективная реальность, которая создатель, творец, нет, нет творения без творца. Как мучка, еще нужны доказательства, да, нет творения без творца. Раз есть творение, раз есть мироздание, есть у него создатель. Это факт. Все. Никакие доказательства здесь не нужны. Все, переходим в 29 глава. 29 глава Говорит царь Саламон нам следующая вещь Первый отрывок он нам сразу говорит Иш-тохахот-макше-орев Пета-ишабер-вен-марпе Вот как раз это ответ Это ответ для тех, кто идет против Бога Говорит он в первом отрывке 29 главы Человек-тохахот Значит, тохаха это увещевание, обличение, критика Это все называется словом тохаха Значит, говорит царь Саламон Человек-тохахот-макше-орев Значит, человек Вот сейчас мы дословно переведем Смотрите Человек-обличение Тот, кто обличает, критикует И макше-орев Он ужесточает Макше-орев, он упорный Упорный такой, да, упертый Даже больше сказать Жестоковыйный Вот дословно переводится это Макше-орев жестоковыйный Человек-обличение жестоковыйный Пета-ишабер В какой-то момент он и шабер Он разрушится Будет сокрушен В НМРПе нету исцеления Что это значит? Вот смотрите Есть человек Он двигается по миру Что двигает человеком? Обычного человека Такого самого Изначального Низкого уровня, да То есть Человека, который Еще недоразвитый человек Человек, который только развивается В человека Им двигают только Его животные инстинкты Его желания Это человек Который недоразвитый Да, вот представьте Если бы все люди были Такие недоразвитые Которые двигались бы Только через свое Хочу Как бы выглядел мир? Идет мужчина Увидел женщину Схватил за волосы Женщина Увидела у другой женщины Сумочку Схватила Хочу такую сумочку Забрала Идет Значит Милиционер с пистолетом У него плохое настроение Взял, застрелил обоих То есть Если бы мир двигался По Хочу И каждый бы делал Только то, что он хочет Был бы Дитий хаос Значит Теперь Второй уровень человека Человек живет По Интеллектуальным правилам Ему объяснили Это можно Это нельзя Вот закон Это правильно Это неправильно Это закон Понятно? Понятно И все начинают ходить По правилам Но правила эти Они придуманы людьми Например Правила дорожного движения Кто их придумал? Люди Люди Придумали правила дорожного движения Стоит человек на светофоре Красный свет Он стоит И говорит Ну хорошо Чисто рационально Люди придумали правила На красный свет идти нельзя Ну нет машин Ну нет ни одной машины Ни справа Ни слева Значит Люди Которые придумали правила И сейчас же вокруг нет Ни милиционера Никого нет Никто не видит Я пойду Нарушу правила людей Какая разница? Они люди Я человек И нарушил Это рациональные правила Если человек живет По рациональным правилам То в какой-то момент Он Эти рациональные правила Может нарушить Почему? А ему хочется нарушить Даже самый рациональный человек Вот говорят Есть люди добрые Моральные Без Бога Без религии До определенного момента Все до определенного момента Пока месть его желания Не столкнется с идеей Что этого делать нельзя И в этот момент Желание обычно победит Самый хороший человек Если он хороший Потому что человек другой Сказал Что это добро Это зло Тогда любой хороший человек В какой-то момент Может легко поменять Все эти интеллектуальные истории И все Теперь есть высший уровень человека Высший уровень человека Это человек Который осознает Божественную суть мироздания Который понимает Что есть Бог Есть душа Что этот мир Это просто как Компьютерная игра В которой ты проходишь Через вот этот свой жизненный путь Все время выбирая Между добром и злом И ничего ты с собой не заберешь Кроме своих выборов Выбор добра Или выбор зла И когда заканчивается Этот жизненный путь И твое тело отмирает В этот момент Душа уходит наверх И если ты набрал Этой духовной силы Тебе есть куда идти А если не набрал То тогда все До свидания Game over Игра закончилась Да Все Теперь говорит нам Царь Соломон Человек Который слышит Обличение То ха-ха Это обличение Обличение Как сказать Не обличение Увещевание Словами То есть Бог нам всем Дает сейчас Одинаковую информацию Раз вы это слышите Значит Бог Тык-тык-тык Постучал Проект называется В котором я преподаю Ваикра И возвал Бог взывал Раньше к людям Через пророков Сейчас Бог взывает К людям Через книги пророков Так как сейчас каждый Может почитать Книги пророков И так же Бог Взывает к людям Через события Но сейчас мы изучаем Царь Соломон К нам обращается В притчах Можете эти притчи Скачать Посмотреть 29 глава Говорит царь Соломон Человек Обличение Человек который Слышит Вот эти вот Увещевания И ожесточает Своё Своё Вымя Шею Он говорит Да фигня Это все Да фигня Это все Фигня Буду делать То что хочу Ходить на красный свет Прислоняться К дверям Стоять Под Под стрелой Не ходить В маске Мне плевать На все правила Воровать Буду Грабить Буду И так далее Обманывать Обязательно Буду Человек Говорит О чем Мне слушать Эти ваши Увещевания Тогда он Переходит На следующий Этап Бог Начинает Ему давать Неприятности Факт Что когда Ты нарушаешь Божественные Законы Это как Ты нарушаешь Физические Законы Только Физические Законы Ты ударил Об стенку Ты сразу Ударился Духовные Законы Ты ударил Об стенку Ну Духовную стенку Да То есть Ты нарушил А Бог Ждет Он же Он говорит Слушай Может ты Справишься Может ты Услышишь Может ты Поймешь Может ты Раскаешься Может ты Изменишь Свой путь И он Ждет Но если Человек Ужесточает Своё Вымя Он Упертый Такой Тогда Начинаются Такие Звоночки Страдания Раз Он Возвращался Домой Получил Второй Раз Поругался Потерял Дорогу Потерял Какие-то Деньги Еще Что-то Начинаются Неприятности 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 И А он Все равно Макшиоров Он все равно Жестаковый Но он Говорит Нету Бога Нет Никаких Духовных Законов Нету Плевать Я хотел Все И что Тогда И тогда Тогда Продолжает Царь Соломон Пета Ишабер Вдруг Будет Сокрушен Вен Марпе И нету Нету У него Никакого Исцеления Будет он Сокрушен И нету Исцеления То есть Бог ждет Ждет Но в какой-то момент Напитывается Вот это вот Духовное пространство Грехами людей То есть Люди идут против Бога Там нарушил Здесь нарушил Там нарушил Здесь Конкретно Но это же понятно Очевидно Бог сказал Что Должны жить Мужчина Женщина И рожать детей Это называется Семья А другие отношения Называются разврат Ну понятное дело Мужчина с мужчиной Женщина с женщиной Но не может мир Так существовать Это же понятно Очевидно Да Но как можно Выкручивать И перекручивать Ну ладно Человек идет На поводу своих вожделений Ну пусть идет Но хочет он Пусть делает Но зачем делать Менять законы мира И делать Из-за того Что 2% активных Таких активных Как сказать Представителей Меньшинств Они вдруг сказали Нифига себе Мы меньшинства Мы сейчас вас всех заставим Признать Что мы Такие же Как все И они эти меньшинства Они сами называются Меньшинства Заставили сейчас Весь мир Боятся Сказать хоть одно слово Что они же меньшинства Они не должны Жениться Ну тысячи лет Мир существовал Ну нельзя Ну написано В Торе В Библии В Коране Везде написано Что нельзя Брак Брак это мужчина С женщиной Все И когда мир Начинает идти Против Бога Да ладно Там что там Сказали Мазали Написали Пророки Не пророки Мы Мы главные Говорят Меньшинства Ну пожалуйста Корона Вот вам коронавирус Вот вам вирус Малентивирус Весь мир закроем Сейчас На год Закроем весь мир Сказали на небе Хотите идти Против Бога Пожалуйста Но у Бога Есть много способов Заставить человека Идти по божественным законам То есть человек Не может идти Против Бога Нет вариантов Если он Какое-то время Какое-то время Он преуспевает Злодей То это потому Что божественные процессы Они длинные Это как Очень длинный цикл Такой Человек делает зло Оно как Вода поднимается Знаете как Испаряется вода Испаряется Поднимается Потом туча И потом из тучи Идет уже ливень То же самое То же самое здесь Оно Гитлер долго продержался 12 лет 12 лет Это не долго 12 лет Это относительно того Сколько он собирался Продержаться То это Это секунда Понимаете Все Поэтому Каждый выбирает Первый отрывок 29 главы Человек Который слышит Увещевание И ужесточает Своё Своё вымя Да Он говорит Да нет Не буду слушать Вот эти все Знаете как Когда Когда Подростки Им родители Говорят Послушайте Вы ошибаетесь Вы неправильно Ведёте Надо вести себя По другому Надо то Надо это Подростки говорят Да плевать хотели А потом Не дай бог Попадают В какую-то историю Ужасную Они говорят Как же правы Были родители Как же правы Почему я их Не слушал Потом Есть вариант Человеку говорят Там врачи Диетологи Слушай Ты поправляешься У тебя сердце Скоро откажет Тебе надо там Подумать над физкультурой Чтобы не было ожирения И так далее И так далее Да ладно 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 Потом бах 50 лет от ожирения Там люди умирают И так далее Группа риска Так что ж ты группа риска Тебе говорили всегда Кушай меньше Тренируйся больше Занимайся здоровым Образом жизни Что ж ты не слушаешь Увещевания И вот здесь Как раз Это духовный закон Ишь Человек Который слышит Увещевания И он Их не слышит Макшоров Это Он Жестаковые Нейда Пета Ишабер Он Вдруг Он Разрушится Но он же Вдруг Для кого Разрушится Для него Он вдруг А мы то знаем Что не вдруг Мы же понимаем Что были до этого Увещевания В НМРП И нету исцеления Все дорогие друзья Всем удачи и успехов Хорошего дня Полного божественной мудрости Делайте добро Не делайте зло Если есть сомнения Это добро или зло Не делайте Лучше не делать Если сомневаетесь Лучше не делать Проверьте Делайте только Проверенное Объективное добро И тогда вам И здесь будет хорошо И там будет хорошо А если Вы делаете зло То знайте Конкретно Доказано И здесь будет плохо А там вообще ничего не будет Все Удачи и успехов Хорошего дня До свидания. Пока.